Всем привет! С вами кто? Правильно, Unaded Customs. И сегодня мы будем делать спойлер переднего бампера. А для непосвященных, что же, такой спойлер переднего бампера, это, собственно, вот. Вот такая вот финтиклюшечка внизу бампера. Ну, переднего или заднего, это уж там как-то придумается. У нас, собственно, будет переднего. Они бывают двух типов. Резиновые и пластиковые. На Москвич практически идеально, как родной, подходит спойлер переднего бампера от Volkswagen Golf 3-го поколения GTI. Он широкий, артикул, если что, есть в описании, есть коммунат, заказывайте, на сайтах он, в принципе, есть. Но в общей сложности правая плюс левая половинка его стоит в районе тысячи рублей. Таких денег у меня нет, поэтому сейчас мы будем колхозить или, как это я люблю называть, кастомайзить. Из чего же мы его будем делать, спросите вы? Все очень просто. Так как пластика такого не найти. Это, например, в Mighty Car Mods, это тоже ссылочка будет в описании, гуглите. Кстати, ребятки использовали пластиковое ограждение для грядок. Ну, а мы с вами будем использовать вот такую замечательную резинку, которая сейчас служит в качестве такого брызговика для калитки в огород. Ну, а так это вообще-то кусок ленточного транспортера. В металлоломе я нашел вот такую прекрасную пластинку, широкую. По длине она, в принципе, подходит нам для того, чтобы сделать кронштейн и крепление нашей губы. Но только нам нужно ее разрезать пополам, чем мы сейчас и займемся. Сегодня у нас самая брутальная серия. Режь, наряжай, отрезай. Нет молотка, не беда. Используем дедушку-калуна. А теперь нарежем дырки в диаметре, как у Нинки. Берем сверлом и золотое, чтобы получилось без отстоя. Берем сверло потолще, чтобы протиснулся болт побольше. Ну, а теперь мы все согнем, чтобы получился кошкин дом. Для разметки не смог найти правило овощ. Позднее решетка в помощь. В общем, я закруглил нашу резиночку. Она теперь у нас такая кругленькая. Здесь все ровная поверхность. Я присрал, так сказать, приделал вот эти кронштейны наши на исходное отверстие защитки тяги. Это у меня здесь не защитка карпа, у меня защитка тяги стоит. Она у всех должна по госту. И теперь нам нужно все это дело пришпандорить здесь. Так как у меня подкрылки, я буду при помощи подкрылок все это дело и крепить. Обычными саморезами просто вот так вгоню в подкрылок, и тем самым он зафиксирует нашу резиночку. С одной стороны здесь крепится шикарно, а вот с другой стороны не очень. Поэтому нужно сейчас закрепить с одной стороны и все это дело отрегулировать, подрегулировать так, чтобы было четенько. Продолжение следует... Если тебе понравилось это видео, пиши об этом в комментариях. Также заходи на мою группу ВКонтакте Unedded Customs Garage. Ссылочка в описании, так же как и ссылочка на машину на Drive 2. Помимо этого там ссылочка на Facebook и еще разные интересные группы ВКонтакте, которые я советую. Переходим и наслаждаемся. Всем пока! С вами был Unedded Customs. Субтитры сделал DimaTorzok